кто был прошлое воскресенье на служение и слышал проповедь епископа александра декоренко я до сих пор под впечатлением есть слова которые мы можем слышать до слова и размышлять над ним не только поговорил да послушал и думал хорошее слово как бы и все а есть те слова которые ты вкусил и есть такое вот выражение думаю сейчас у меня поймете как я думал как же это можно объяснить есть такое слово послевкусие когда вот ты покушал еду вот и и покушал ты проглотил но не факт того что ты когда ты кушал было хорошо а у тебя еще в рту после этого послевкусие ты идешь еще уже после там кафе или дома где ты покушал ты идешь а у тебя во рту еще сохраняется вкус еды да вот что такое послевкусие и вот после этой проповеди очень много размышлял и я думаю ну и это слово которое сегодня буду говорить оно тоже имеет наверное такой связь с тем о чем говорил епископ александр и о чем я говорил в начале этого года проповедь моя называется благословение проклятия знаете есть есть тема которых в церкви как бы не очень популярна или может быть не часто об этом говорится и вот именно по этой причине я думаю в некоторых церквях него всех некоторых церквях нарушен баланс когда говорится больше о хорошем больше говорится о боге любви и меньше говорится о боге строгости о боге святости когда нарушается баланс то тогда начинаются проблемы потому что баланс он нужен для того чтобы корабль когда у него груз распределен правильно чтобы он мог на выбранный курс вот есть точка он по нему идти когда баланс смещается например на какую-то или на правую сторону или на левую полу не занимается крен то есть если сместился груз на какую-то сторону то корабль в принципе плывет но он уже кренится он кренится и ему если уж и идти по этому курсу ему постоянно приходится усилия применять и она всегда сбивается в сторону сторону поправлять поправлять чтобы на это то же самое у самолета когда нарушен баланс или одно крыло дорушено то она сюда в сторону все и можно разбиться поэтому очень важно чтобы в церкви был баланс есть проповеди которые звучат только для верующих я сейчас такие и буду сегодня говорить серьезные богословские истины первая истина заключается в том что проповедь она предназначена для верующих благовестие предназначена для неверующих то есть благовестие то которое приводит человека к иисусу христу дает возможность ему покаяться она предназначена для неверующих чтобы человек не верующий например на улице или в хосписе или в спид-центре или то где мы служим или в кофе-хаусы или на открытых группах где бы человеку рассказали бы иисусе христе какой он добрый милующий прощающий человек мог покаяться в церкви о покаянии говорить ну простите меня если сегодня сто человек в зале а находится один то не звучит проповедь для одного человека принципе она может звучать и можно ее строить таким образом сегодня к примеру может сегодня так проповедовать бог любящий бог добрый он ждет грешника к покаянию придите покайтесь и уверуйте евангелие но она звучит для неверующих а когда 90 сидит 90 процентов 99 процентов а бывает так что вообще ни одного не верующего в зале нет все уже давно покаялись и проповедовать призывать покаяние а сама проповедь направлена на то чтобы призвать грешника к покаянию так вот слушайте благовестие предназначено для неверующих благовествуйте за этим самым за стенками этой церкви слышите а в этом доме вот сейчас это собрание она предназначена и проповедь она предназначена для верующих для тех которые уже уверовали для того чтобы вас напитать для того чтобы вас кормить для того чтобы вас ободрить воодушевить чтобы вы и шли благовествовали неверующим лавлите разницу это и вы знаете от этого зависит во все о чем говорится поэтому когда в церкви только говорится о хорошем добром мягком это нарушается баланс в церкви надо говорить о том какой бог что он и любви бог и он бог святости и он бог строгости когда моисей пришел к народу божьему уже книг халдеям пришел них не книги в египтянам никому-то там филистимлянам он своему народу сказал ныне предлагаю вам благословение и проклятие благословение и проклятие сегодня дорогая церковь народ божий бог предлагает благословение и проклятие он не предлагает сегодня благословение и благословение и благословение и благословение ну иногда может быть раз в недельку и проклятия. Алло, слышите? В жизни верующих сегодня Бог предлагает, и это у тебя каждое утро может быть, и день твой может начинаться с благословения или с проклятия. Ты можешь жить, как верующий человек, в благословении, а можешь жить в проклятии. Так вот, в чем сегодня церковь отстает, к сожалению, что она очень мало об этом говорит, она ей легче, приятнее, чтобы людей больше приходило. Потому что, конечно, если будешь людям говорить о самоотречении, о самоотвержении, о Христе, о распятии, о самопожертвовании, о воздержании, то, блин, кто останется? Они убегут все. Они побегут туда, где в церкви будут говорить, а у нас благодать на благодать. А Бог нас любит такие, какие мы есть, и нам вообще ничего не надо делать. Он за нас все делает. Благодать же, она же такая. Ты в эту лодку прыгнул, и все. Ты, главное, в эту лодку запрыть, и все, Бог обо всем побеспокоится. Поэтому не надо, не надо никакие пожертвования, не надо никакие смирения, смирения. Какое смирение? раскрытие личности. Полнота. Ну, в смысле, не только полнота, а во всем. Знаете, такое выражение есть, может, кто-то слышит, лайт-христианство, облегченное Евангелие. Такое, облегченное христианство, где позволительно, и то можно, и то. Потому что, ну, если крен-то в эту сторону, если все на эту сторону, то, конечно, все позволительно, и все можно. Легкое христианство. Есть такое еще выражение, сладкое Евангелие. Ну, да, в Библии написано, что имя твое слаще меда. Ну, это же надо уже извратиться, так придумать-то. Сладкое Евангелие. То есть, это Евангелие, которое, ну, короче, делает таким приятным, таким мягким, таким доступным. Но, истина заключается в том, истина, что Бог, Он есть любовь, и тут же Он есть Бог святости. Он является источником, Бог является источником всех благословений. То есть, если в твоей жизни сегодня, то, о чем говорит, кстати, Дима, если в твоей жизни сегодня есть благословение, то это Бог является источником благословения. Он благословляет. Но, друзья, не надо забывать, и это тоже истина, номер два, что Бог является источником не всех, вот в этом надо делать уточнение, не всех, но он является также источником проклятий. Потому что есть те проклятия, которые не от Бога, но есть те, которые приходят от Бога. Почему? Потому что только проклятия и их последствия являются донесением суда Божьего, что через это совершается Божий суд на бунт, на невежество, на непокорство, на неверие. Амин. Это Божий суд совершается над бунтом человеческим, но не бунтом. Вот, потому что сегодня проповедь-то для верующих. Я вообще не говорю за язычников, за неверующих людей. Это все касается верующих. Для верующих последствия бунта, невежества. Есть таких 3 Н. Плохих 3 Н. Невежество, неверие и незнание. Даже сегодня верующие страдают, может, такими вещами. Невежество, потому что они хотят знать. Уже некоторые не хотят просто знать о том, что есть Бог святости, Бог строгости, что Он такой же Бог. Мы об этом не хотим слышать, мы об этом не хотим читать, мы вообще об этом не хотим знать, как этот страус в голову засунул. Но от того, что ты засунешь голову, от этого Бог не перестанет быть святым, строгим и наказывающим. Слышите? У римлянам, послание к римлянам, 11 глава, 22 стих. Если есть, вы видите, пожалуйста. Итак, видишь благость и строгость Божию. Алло, христиане, глаза, он так говорит, «Откройте глаза, он и благ, он и строг». То есть, с другими словами, он говорит, «Пожалуйста, увидьте, что он и благость». А мы хотим, мы благость хотим видеть. «Ой, Господи, покажи нам благость Твою, как Ты добр к нам». И мы хотим видеть, как Бог добр, как Бог благ, как Он есть любовь в нашей жизни. Но мы хотим закрыть глаза и не хотим видеть строгость Божию. Итак, видишь благость, пожалуйста, увидьте и строгость Божию. Увидьте этот баланс, что Бог, Он есть и любовь, Он есть и проклятие. Он есть благословение и Он есть проклятие. Он есть строгость, Он есть милость. Величайшая ошибка заключается сегодня в понимании того, что некоторые думают, что это Бог строгого завета, это Он ветхого завета, это Он там строгий. Вот там Он Бог строгий, вот там Он Бог карающий, вот там вот это все было. Нет, друзья, Бог, Он такой был вчера, Он сегодня и Он завтра, Он начало, Он конец, Он альфа и омега, Он не изменился, Он и в ветхом завете. Если вы читаете историю, конечно, вы читаете, вы же верующие, сегодня проповедь для верующих, аминь. Так вот история о Иерихоне, вот сегодня пели за Иерихон, тоже, что он упадет. Вот история Иерихона, это в книге Иисуса Навина, там рассказывается история о том, как этот город был Богом проклят, то есть сказал, что он будет уничтожен, все в нем должно быть уничтожено, все уничтожено. Но там нашлась одна женщина, Раф, которая была, кстати, блудница, то есть проститутка, другими словами, блудница. И вот эта блудница оказала милость, поверила, услышала о том, что Бог Израиля, Он придет на эту землю. Она в это поверила, она услышала, и она сделала все возможное, чтобы сохранить жизнь Божьим слугам. И когда она это сделала, она сохранила ихнюю жизнь, то что произошло? Город был полностью разрушен, как было, Бог сказал, Он сделает, то есть за то, что они там делали, он был проклят, он был весь уничтожен, но она из этого проклятия появилась милость, и она стала прародительницей Господа нашего Иисуса Христа. Читайте Библию. Это Ветхий Завет. Это история, которая говорит о том, что Бог там был не только Богом, Он так был и Богом проклядающим, Богом милующим. В Новом Завете это история с этими Анани и Сапсапфирой. Это вам не история Ветхого Завета, это история Нового Завета. Попытались поступить неправильно против Духа Святого. Кто их поразил? Дьявол их поразил? Ну вы знаете, мы не хотим об этом слышать, нам даже хочется не слушать, ну как же так может быть? Оказывается, да, Бог поразил их смертью. Как такое? Это как-то не вписывается в Евангелие счастья, процветания, благодати полной покрытия, потому что Бог, Он именно такой. Во Второзаконии, 28 главе, Моисей, он дает определение благословения. Он говорит о том, каким образом благословения могут прийти в жизнь верующих людей. мы читаем, если ты будешь слушать глаза Господа Бога твоего и тщательно исполнять все заповеди твои, придут на тебя все благословения и исполнятся на тебе, если будешь слушать глаза Господа Бога твоего. Итак, условием Божьих благословений является в Ветхом Завете мы читаем, является слушание и исполнение Слова Божьего. Когда человек слушается Бога и исполняет то, что Бог ему говорит. И в Новом Завете, друзья, ничего не поменялось, потому что Бог Ветхого Завета, Он есть и Бог Нового Завета. И в Новом Завете в Евангелии Теана в 10 главе мы читаем «Овцы Мои слушаются голоса Моего и идут за Мною». Вау! Вау! Так и в Ветхом Завете условием благословения является слушание голоса и следование за Ним. И в Новом Завете слушание голоса и следование за Ним. Поэтому Бог говорит, ты хочешь, чтобы в твоей жизни были благословения? слушайся голоса Моего. Как мы слушаем голос Божий? Конечно же, номер один. Номер один. Никогда ничего главнее, важнее не будет. Это Библия. Как мы можем знать и слышать голос Божий? Это Слово Божие. Когда мы читаем, вникаем и исполняем то, что здесь написано. Слушание голоса Божьего через мужей Божьих. Потому что Бог ставит на земле. Это было в Ветхом Завете. Он через Моисея говорил. Это есть в Новом Завете. Через пастырей служителей он говорил. Он говорит в нашу жизнь. Слушаемся и исполняем. Знаете, все так просто. Господи, как все просто так? Знаете, вот так вот все просто, но с другой стороны, все так и сложно. Потому что человеческая натура, она является противником всего, что хочет Бог, и поэтому он не хочет слушать. Причина всех проклятий во Второзаконии 28 глава 15 стих. Главная причина всех проклятий. Ежели не будешь слушать согласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди его и постановления его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Вау! Да как же такое может быть? Ну я же вроде бы в эту лодку залез, спасение и счастье. Ну как же так? Да вот так, друзья. Причина проклятий, она является противоположной благословению. благословения проистекают из послушания голосу Божьему, проклятия проистекают из непослушания голосу Божьему. Знаете, что такое отказ? Отказ это бунт. Вот когда человек бунтует против Слова Божьего, когда он говорит, а я хочу вот так, а мне кажется вот так, вот тогда в жизни человека наступают проклятия. Еще один яркий пример это история с блудным сыном. И не надо мне потом рассказывать или кому-то вы там рассказываете, что это история для покаяния грешников. Ничего подобного. Это история о верующих людях. Там вообще о неверующих речи нет. Это история о верующих людях. То есть этот блудный сын, это вот вам конкретный пример, который находился в доме отца, который знал, понимал, но который не захотел. Это бунт. Он не хотел слушаться того, что говорил ему отец. Он сказал, а я пойду и буду так, как я хочу. Это история о верующем человеке, который не захотел слушаться Бога, захотел жить, как ему кажется правильным, как ему хочется. Это вообще история о неверующих. поэтому, когда говорится о рожках, о свинячих, об унижении, о голоде, обо всем, вы знаете, это в жизни верующего человека. Так вот, все, когда мы говорим о проклятии, как выглядит проклятие? Посмотрите на блудного сына. Это был наверху, оказался внизу. То есть был почетного рода, в уважительной семье жил, а начал заниматься делами, которые были самыми мерзкими. То есть это самое было унижение большое пасти свиней. Для изоритян отношение к свиням это нечистота, это законтачиваемый. Ну, короче, это так можно сказать. Был, если для блатных, то это понятно. Был вором в законе, стал петухом. Да, это правда. Был бизнесменом, крутым, короче, стал, короче, должником. Из долгов вылезти не может. Это так. Это, то есть как проклятие в жизни верующего человека. А вот, вот оно, друзья, вот. Не вылазит из долгов, из болезней, из проблем. Это проклятие. Как это? Это же не для неверующих, это в жизни верующих людей. Библия. Итак, Библия дает определение, это определяет, как выглядит проклятие. проклятие, это все противоположное благословениям. Это унижение, то есть человек унижен. Это нищета, это бесплодие, это постоянное поражение или постоянные проблемы, это душевные, физические, хронические болезни, это зависимость разного рода. Кстати, о верующих идет речь. Зависимости могут быть и разные, не только от наркотиков. От еды, от порнографии, от азартных игр. У верующих шопа зависимость. Правильное выражение, шопа. Зависимость. А как выглядит благословение? А благословение возвышает человека процветание, здоровье, плодоносность, ну и Божье участие. То есть, это, знаете, это два огорода, вот два огорода, одно и то же солнце светит, одни те же семена. У одного картошка родит, а у другого не родит. Это так выглядит благословение. Это идет устраиваться на работу, а его там, где других не принимают, а его принимают. То есть, это сверхъестественное присутствие Божье в твоей жизни. И точно так же противоположно выглядит благословение. Работаю, 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 работаю. А для дырявого кошелька написано. А денег нема постоянно, постоянно не хватает. Ну и можно много как бы примеров приводить. Но вы уже, наверное, самое главное в сути лавливаете. И очень важно Моисей, это Моисей дал ну как бы такую изюминку, он как бы подчеркнул, как выглядит благословение. Он сказал, будешь головой, а не хвостом. Головой, а не хвостом. Когда Бог благословляет человека, в его жизни благословение, то голова это та, которая решение принимает. А хвост это тот, который болтается, и он на обстоятельства реагирует. Так вот сегодня посмотришь на жизнь верующих людей, а у них вся жизнь это реакция на обстоятельства. Ой, зарплаты нема, ой, там того нема, ой, там заболел регио, то есть он не управляет жизнью, жизнь, он болтается, он просто, он болтается сзади, болтается. А если смотришь на жизнь человека, а он впереди. Вот Моисей говорит, вот как бы можно описать? Вот вам описание. Будешь головой, а не хвостом. Второе определение говорит, будешь на высоте, а не будешь внизу. Поэтому я сегодня не тест вам, чтобы вы себя проверили, в чем вы находитесь. Я сегодня к тому, что вы должны трезво посмотреть на свою жизнь и себе вот как фундаментально построить. Ты утром сегодня встаешь и ты себе говоришь, Господи, я хочу сегодня жить в благословении. Потому что вы должны тоже важную вещь понимать, и на это я буду заканчивать, это мое последнее утверждение. Не бывает незаслуженных проклятий. Незаслуженных проклятий не бывает. Слово Божие нам говорит, притча 26 глава 2 стих. Незаслуженное проклятие не сбудется. Это говорит о том, что не бывает без причины. То есть если сегодня в твоей жизни это происходит, то без причин не бывает. Вот оно просто так не срослось, ой, невезуха там. Оно не бывает без причины. На то, что Бог твою жизнь благословляет есть причины. И на то, что Бог проклинает твою жизнь. Вот это хочу сказать, что вы поняли, что трудно верующему с этой мыслью просто согласиться, что Бог меня может проклясть. Потому что вот столько иногда вбивалось, а ну как это Бог ребенка своего, а ты своего ребенка проклял. Но по самониманию проклятие не в смысле, чтобы он сдох, сгорел в аду. Нет. А чтобы суды в его жизни происходили. Чтобы он голодный был, как тот блудный сын. Чтобы он нуждался. чтобы он иногда родителям, которых дети в зависимости, когда с ними так говоришь, им вот это действительно одна из глобальных проблем. Чтобы он оказался на улице, чтобы он спал, как собака на помойке, чтобы он подходом питался, чтобы он заболел, чтобы он рыгал, чтобы он там в больницу попал. говорит, это ребенку своему такого желать. Аллилуйя! Это такой Бог наш милосердный, чтобы душу его спасти, чтобы суды в его жизни совершились, чтобы он осознал, что без этого не бывает покаяния, не бывает осознания, что только Бог может его вытащить. Вот вам милость и вот вам строгость. Вот вам любовь и благословение, вот вам наказание и проклятие. И Бог говорит, вот сегодня предлагаю тебе Вася, Маша благословение и проклятие. Но он дальше заключает, но советую, избери лучшее. Изберите жить в благословении, друзья, слушаться голоса Божьего, читать Библию, слушаться пастырей, наставников, которые желают для вас самого лучшего. И то, что вам сегодня кажется, что вам хорошо, не всегда это хорошо. Это может завести вас в ужасное состояние, от которого потом можно годами, десятилетиями избавляться. Сохрани нас, Господь, жить в проклятии и благослови нас, Господь, жить в благословении. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Я думаю, у нас будет в этом году целый цикл проповедей о причинах благословения и проклятий. Что приводит верующего человека в состояние проклятия и что помогает человеку жить в Божьем благословении. Отец наш небесный, Господь наш и Бог наш, мы благодарны Тебе за это слово и мы молим сегодня и просим помоги нам быть послушными Твоему слову, следовать за Тобою, чтобы все благословения сказанные в этой книге пришли на нашу жизнь. Все благословения и мир, и радость, достаток, благополучие, устройство Божие и чтобы ничего и что сказано из этой книги о проклятиях не было в нашей жизни, в жизни наших семей. Мы молимся и просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.